Солигорск стареет. Число пенсионеров в шахтёрской столице постоянно растёт. Пенсии по возрасту сейчас получают почти 43 тысячи человек. Ежегодные ряды солигорских пенсионеров пополняются примерно на 2700. В Управлении по труду, занятости и социальной защите отмечают. Пенсионеров пополняются примерно на 2700 человек. В Управлении по труду, занятости и социальной защите отмечают, назначать пенсию становится все сложнее. Как раз сейчас учитываемые стаж и зарплата приходятся на советский период, когда работало множество фирм-однодневок. Многие документы не сохранились. Но за каждым пенсионным делом стоит реальный человек, который имеет право получить ту пенсию, которая положена ему по закону. Качество назначения пенсии во многом зависит от квалификации кадровых служб, предприятий и организаций. В какой срок нужно предоставить документы работника на назначение пенсии, как правильно посчитать трудовой стаж, не упустив при этом все нововведения пенсионного законодательства. На все эти и другие вопросы ответили представители Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблсполкома и Минского областного фонда социальной защиты населения в ходе обучающего семинара для специалистов кадровых служб района. Очень много к нам обращаются людей, которые работали в организациях. За тот период не сохранена заработная плата, поэтому направляем таких людей в суд для восстановления заработной платы. К сожалению, стаж работы судом не устанавливается, только заработная плата. Нюансов очень много. Меняется законодательство, меняются кадровые службы, которые тоже, допустим, не всегда специалист отдела кадров владеет тонкостями пенсионного законодательства. Поэтому практика такая, что мы проводим обучающие семинары и постоянно действующие семинары на базе нашего управления, оказываем консультации постоянно. И вот такие семинары на уровне с привлечением специалистов в области, чтобы как-то помочь специалистам разобраться в тонкостях, нюансах пенсионного законодательства. И в результате это все дает то, что пенсия более качественно назначается, своевременно и в полном объеме. С 1 января будущего года в Беларуси поэтапно повышается пенсионный возраст – до 58 лет для женщин, до 63 – для мужчин. В Солигорском районе первое повышение на полгода коснется примерно полторы тысячи человек. Срок выхода на пенсию будет зависеть от даты рождения. В 2017 году право на вторую пенсию будут иметь женщины, которые родились в период с 1 января по 30 июня 1962 года. И мужчины, которые родились с 1 января по 30 июня 1957 года, ну то есть им в первой половине следующего года исполняется 60 лет, право на пенсию они приобретут только на полгода позже. Те же женщины, которые родились тоже в 1962 году, а мужчины обучающий семинар длился более трех часов. Специалисты кадровых служб предприятий района смогли повысить свою квалификационную подготовку и задать все имеющиеся вопросы специалистам в сфере пенсионного обеспечения.